В 10 километрах от станицы Новогригорьевской, вверх по течению Дона, под горой, в живописнейшем месте расположен Свято-Вознесенский Кременской мужской монастырь. Как началась история обители? В честь какого события жительницы окрестных сел заказали местному иконописцу икону? И почему перестал бить святой источник? Об этом сегодня в программе «Точка на карте». Московская трасса, примерно сотый километр от Волгограда, поворот налево и переправа через Дон на пароме. Несколько километров по голой степи. И вдруг потрясающая панорама. Под этой круто уходящей вниз горой находится один из старейших монастырей Всевеликого войска Донского – Свято-Вознесенский Кременской мужской монастырь. Для того, чтобы узнать историю обители, мы проедем чуть дальше. На горе, где сегодня стоят семь простых железных крестов, убранных камнями, покоятся мощи семи святых мучеников. Считается, что именно с их появлением на высоком берегу Дона и началась история монастыря. Существует много преданий, когда и каким образом отшельники оказались в этих местах. Основная из них гласит, что это были братья-монахи Соловков, пришедшие сюда еще в XVI веке с миссионерской целью. Здесь же закончился их земной путь. Братьев убила шайка заезжих разбойников, напавших на одинокий скит. Неизвестно, правда, предание не гласит, сколько мученики, их мощи, точнее, пролежали без погребения. Но обретены они были купцом, который проплывал на ладье, а было это во времена Ивана Грозного. И ладья остановилась. Ее ни течением не сносило, ни весла не могли продолжить движение. И с этого места вдруг ударился в сноб света. Привлеченные этим свечением купец со своими спутниками поднялись сюда, на это место, и обрели обезглавленные трупы мучеников. Они их, естественно, предали погребение, но они же распространили весь о том, что в Диком Поле, вот и в этих местах, семь братьев монахов-мучеников прослали Христа в своей мученической кончине. И сюда повлеклись сердца подвижников благочестия. Здесь стали возникать стихийным образом кельи, образовалось некое поселение, которое потом объединилось в одну единообщину. Официальной датой открытия Кременского-Вознесенского монастыря считается 1711 год. Тогда обитель носила название Усачевской пустыни. После того, как один из станичных приходов жертвует сюда сруб старой часовни, монахи просят у государя Петра I разрешение на возведение церкви. Разрешение было получено, но с условием обязательно прирубить круглый алтарь. Храм во имя Вознесения Господня осветили, однако простояла ветхая постройка недолго и вскоре была разобрана. Новый каменный храм начали строить в 1762 году по благословению святителя Тихона и епископа Воронежского и на средства тогдашнего войскового атамана Степана Ефремова. Строительство длилось 19 лет. Этому храму уже, я сейчас затрудняюсь в точности, но построен он был в 1788 году, считайте сами. Вскоре после освящения храма и начала здесь богослужений князь Потемкин подает в руки царицы Екатерины II свои соображения по поводу нерентабельных монастырей Дона. Таковыми оказались наш монастырь, потом Усть-Медведевский монастырь и выше по Дону, это уже Воронежской епархии, был монастырь Межигорский. И царица своим указом закрывает этот монастырь, но храму велела служба не останавливать. Здесь, значит, устроили приход, а братья отписали в другой монастырь. Братья не согласны с таким решением, поскольку они привыкли к этому месту. Это было место их подвигов и молитвенных, и трудовых. И они поселились в километре отсюда, в Балочке, и 10 лет они там жили. Архитектура и планировка храма сохранилась до наших дней с небольшими изменениями. Помимо центрального, в храме было устроено еще три предела. Правый во имя Пресвятой Богородицы, левый во имя архидьякона Стефана и третий, теплый, в трапезной части, во имя преподобного Сергия Радонежского. Я хочу воспользоваться нашим нахождением здесь. Вот посмотрите на вот эти вот крючья. То есть они нам позволяют уже представить, как высоко простирался иконостас. Это был четырехъярусный иконостас. И была такая интересная деталь. Перед царскими вратами на специальном подъемном устройстве поднимался и опускался серебряный ангел со светильниками в руках. Представляете, как это было зрелищно, как это впечатляло. Вносило такую эмоциональную окраску в богослужение. На службы в храм всегда стекалось огромное количество народа. Существует легенда, что все войско Донское перед походом и после него приходило в монастырь на молебен. Раненые оставались в обители на лечение. Главная святыня монастыря, икона Августовской Божьей Матери, также связана с военными действиями. Она написана по заказу казачек в благодарность о спасении своих мужей, попавших в окружение во время Первой мировой войны. Армия генерала Самсонова, увлекшись наступлением, углубилась вглубь германской территории, и германская армия смогла окружить эту армию и уничтожить. И лишь немногим посчастливилось выйти из этого окружения. И вот среди них были наши земляки, казаки, хуторы Калиско-Почтовского. А сам сюжет этой иконы, он перекликается именно с тем событием, что как только вот эти люди вышли из окружения, им во время молитвы вдруг на небесах явилась Матерь Божия. И вот тут надпись такая. «Сия икона сооружена иждивением казачьих хутора Калиско-Почтовского о здравии и спасении воинов». Идут имена вот этих очевидцев. 52 имени. Эта икона была местнощимой, святыней. Но во времена советской власти были гонения на эту икону. Ее искали чека. Ну и чтобы икону спасти, две женщины рассекли ее надвое. По мере склейки досок вот здесь вот заметно, вот как вот шов такой. Впоследствии эти женщины отдали в город Фролово отцу Федору Андрощу. И тогда батюшка благословил нашу брать этой иконой. Он был благочинным нашим. И эта икона стала нашей святыней. Паломникам будут интересны и другие святыни, хранящиеся в монастыре. Частицы животворящего Христа Господня и пояса Пресвятой Богородицы, святых мощей. Я могу с гордостью представить вам вот этот вот ковчежец, где находится частица того самого древа, на котором страдал за наши грехи Господь Иисус Христос. Ну вот на эту нишу я почему хочу сконцентрировать ваше внимание. Сейчас она у нас играет как бы роль вот такого шкафчика, да. Но чем знаменательное это место? Вот здесь вот по описанию старых книг, значит, здесь было место захоронения святителя Иоанна Доброзракова, архиепископа Донского и Новочеркасского. Это удивительный владыка, человек высокой кротости и высокой подвиженской жизни. Последние пять лет своей жизни он посвятил жизни в этом монастыре. Хотя, поскольку он был весьма почитаемый архиерей, он мог избрать более такие славные монастыри, но он избрал скромный наш монастырь. И вот здесь была устроена его усыпальница. В этой нише были положены его архиерейские одежды, а в углу стоял архиерейский посох. За столетия своего существования Кременской монастырь был местом, где обретали покой и приют множество людей. Одни совершали здесь духовные подвиги, поста и молитвы, другие – бездомные, больные, находили жилище, пищу, одежду, уход и другую помощь. В 1917 году на Донские земли пришла революция. Новой власти монастырь стал не нужен. В 1926 году братью окончательно выгнали из обители, а здания монастыря использовали сначала как колонию для подростков, а затем передали под психиатрическую больницу. В 1992 году началось восстановление Кременского-Изнесенского мужского монастыря, а в разрушенном храме была отслужена первая за 65 лет литургия. Одна из трудностей, с которой столкнулись братья при устройстве монастыря – острая нехватка питьевой воды. Однако молитвы монахов были услышаны, и в день явления Казанской Божьей Матери недалеко от храма забил источник. Несколько веков радовал этот источник. Сейчас, к сожалению, Матерь Божья свою милость забрала, но осталась память, память согретая благодарностью. Когда монастырь был закрыт, там была уже то колония, то психбольница, то туберкулезный диспансер. В основном верующие люди на день Вознесения шли сюда. Вот это было единственное место утешения. Ну, естественно, властям это не нравилось, и они решили, значит, избавиться от этого источника. Был прислан бульдовер, который засыпал его. Но очень интересную историю мне опять-таки старожилы рассказали. Во время войны, когда в монастыре были психические больные люди оставались, там небольшое подразделение воинское было. И среди них был один мусульманин, который чем-то болел. И он слышал, что здесь у источника получают православные исцеления. Пришел сюда, испил воды, почувствовал себя здоровым. Тогда он вырезал на коре дерево какого-то здесь стоящего тогда. Вот, обещание, что если вернусь с войны живым, обязательно сюда приеду. И что вы думаете? Источник засыпан. В монастыре перемена организаций, туда вот этот косно-туберкулезный диспансер. Директором этого диспансера назначается этот самый мусульманин. Он с радостью бежит сюда, где получилось исцеление. И вдруг видит источник засыпан. Он с женой по ночам начинает его ходить, раскапывать. И какая же была его радость, когда вода стала в источнике пребывать. То есть вот так вот он вернул долг за свое исцеление. Ну а сейчас, если открыть, давайте попробуем. Давайте попробуем. Есть там вода? Увы. Воды нет. Увы, воды нет. Ужасно. Вот видите, только лужица такая. И то это от талых вод, которые по весне сюда стекают. А вы когда здесь была вода, вы пробовали ее? Конечно, конечно. Это было великое утешение. Конечно, для нас это очень горестно, горестно, что мы этой радостью лишились. Мы будем надеяться, что она вернется. Я очень надеюсь. После долгих лет забвения Кременско-Вознесенский монастырь переживает свое третье рождение. Отреставрирован храм и гостиничный комплекс. Возведены трапезные с пекарни, лавка. Будем верить, что в скором времени наполнится свежей и чистой водой и источник. Продолжится православная история этих мест. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...